Терпи, мой горный козлик. Всё-таки первыми водрузить знамя на пик капитализма это большая честь, и она выпала нам. Понимаешь, нет? У меня сейчас знамя выпадет. Может, ты понесёшь? Нет, Стёпочка, ты русак, тебе и российский флаг в руки. О, пришли. Пик капитализма, всё. Не понял, ты-то говорил, мы будем первыми. Да, накладочка получилась, но ничего, ничего. Что нам пик капитализма? Мы пойдём дальше и первыми водрузим... Дальше пропасть? Вот туда и водрузим. Вперёд! Понял. Ну, просто горный орёл какой-то. Ты в студию, Стёп, в студию, рули, закрылки выпускай, закрылки. У нас эфир, Стёп! А-а-а! Добрый вечер, дорогие друзья! И снова в эфире, в то же самое время, в том же самом месте, на том же самом месте, программа «Тушите свет», студия Лев Новожёнов и уважаемый Хрюн и уважаемый Степан. Представляешь, Лёвска, этот Хрюн с горы потащил меня старого, больного зайца в скалы. Да, да ещё со стягом. Подожди, дождёшься у меня. Понимаешь, Юрьич, мы решили в ознаменовании знаменательной даты водрузить знамя куда повыше, понимаешь? Нет, я понимаю, только я не понимаю, зачем ты и Заяц потащились на город и ещё и с флагом. Ты чё, Юрьич, прикидывайся или правда того? Флаг, он же для того и созданный, чтобы его выдружать. На вершину, как я, или в крайнем случае на танк, как Ельцин. Нет, а в остальном вещь совершенно бесполезная. Что ты несё? Ну, что ты... А чего? Это за... Это за флаг. Ну, и чего? Нет, 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 ребята, вы осторожнее. Есть статья специальная за оскорбление символики государственной, в том числе и российского флага, вещь эта священная, и с ней нужно осторожно обращаться, да. Ребята, флаг – это символ нашей государственности. Чего символ-то? Это государственная символика, свинья-то необразованная. Чё, я плют последний раз! Государственный флаг, государственный герб, государственный гимн, государственный... Ну, что там у нас в государстве есть ещё символическое? Зарплата! Фу! Юрич! Лёва! Лёва, чё с тобой? Чё это тебя переклинило, милый? Тихо! Это он на горизонт смотрит. Ой, действительно, классный телевизор, да? Такой надёжный, недорогой, современный. А какие в нём цвета? А тебе, ушанка, откуда тебе про цвета знать? Ты вон в трёх цветах одного флага разобраться не можешь никак. Сидишь три часа. Здесь прекрасные, ребятушки, мнемоническое правило, извините за научное слово, как запомнить три цвета нашего родного российского флага. Можно сверху вниз, а можно снизу вверх. Значит, если снизу вверх, то это красное, голубое, белое. КГБ. Правильно? КГБ? Это ты мощно подметил, Юрич! Внушает! Подождите, при чём здесь КГБ? А оно, Стёпа, всегда при чём? Ну, нет, это, конечно, простое совпадение. Для символа государственности совпадение, прямо скажем, символичное. Постойте, не надо во всём видеть какой-то двойной смысл, двойное дно, что-то символическое, а ты во всём только это и стараешься глядеть. По-твоему, и в нашем гербе тоже есть что-то символическое? Символическое нету. И двойного смысла нет. Вообще никакого смысла нету. На нашем гербе должен быть асфальт. Почему асфальт? Да потому, что символы нашего государства дураки, вот такие, как ты, и дороги. А метод борьбы один, закатать и то, и другое в асфальт. Как голубцы. Что ты несёс? Что ты несёс, Левьюч? Привлекутся вот, да и на стол. Да я тоже боюсь, господи. Вяжемся мы с тобой в историю, Левьюч. Ты действительно поаккуратнее, потому что эфир-то прямой. Не надо мне затыкать рот. У меня своя голова за плечами есть. А у орла этого на плечах две головы. Кто-нибудь объяснить мне, почему? Сейчас тебе Филипп всё объяснит. Я с риском для жизни веду репортаж из секретного хранилища Лубянки, где стоит единственный в мире барельеф двуглавого орла под грифом. В смысле, под грифом секретно. Теперь я могу объяснить, почему у орла на гербе две головы. Потому что третий не видно. Но если посмотреть на него сзади, так сказать, на обратную сторону медали, сразу обнаруживается третья голова. Если две головы орла символизируют законодательную и исполнительную власть, то третья, безусловно, олисостворяет те силы, которые за ними стоят. Да, именно она, эта теневая голова, принимает решение и следит за их исполнением. Ой, она и насчет меня что-то решила. Прощайте, корреспондент Филипп, специально для программы «Тушите свет». Спасибо, Филипп, мы действительно очень многое поняли из нашей беседы. И вы правы, что две головы непонятно, а три вполне логично, потому что Бог, во-первых, троицу любит, и в России всегда, ну и выпивает на троих и три богатыря, и три девицы под окном, и треуглавый змей Горыныч, и так далее, и так далее. Не вижу ничего логичного. На гербе страны должно быть то, чем она богатая. Есть, к примеру, лес, рыба и море, так на гербе этом и рисуй рыба, перекрешивающаяся с деревом на фоне морской волны. О, как! Погоди, по-твоему, на нашем гербе должна быть нефтяная труба, которая перекрещивается с чем? Сгазывай трубой! И всё это на фоне истощающихся природных ресурсов. О, зас! Зато честно! Ну, как ты не понимаешь, как ты? В нашей государственной символике всё имеет глубокий смысл. Например, флагсток. Он означает зосткую вертикаль власти. Сам флаг гибкость нашей власти. Двуглавый орёл на гербе. На гербе. Мудрость нашей власти. Ага! А гимн бессловесность нашего народа. Простите, в каком смысле? В прямом. У нас в гимне слов-то нету. Ну и что? Родину можно любить и без слов. Ага! Можно любить и без слов. Как Герасим Муму. Глубокое было чувство. Я про страну говорю, а он про Муму. Тихо, 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 не шумите. Действительно, сейчас лучшие по этой стране работают над словами нашего государственного гимна. И один из них вот сейчас буквально секунды на секунду выйдет на связь. Он находится в студии гостиницы «Россия». Добрый вечер, господин Недорезник. Многие интересуются, почему до сих пор у нашего гимна нет слов. Почему? По качину. Хорошая рифма. Надо, надо записать, надо. И все-таки. Вы знаете, это очень сложно, понятели? Очень сложно. Я два года искал рифму к слову демократизация и уже нашел. Демократизация подстрелил два зайца я. А тут концепция изменилась, понятели? И теперь ищу что? Да. Рифму к слову жесткая вертикаль. Вертикаль, вуаль, педаль, шваль. Господин поет. Что? Да. Сейчас спою. Итак. Трум-тум-тум, консолидация. Трум-народ. Россия. Трум-пум-пум, пуру-ру-рум. Трум-всегда, навеки. Трум-пум-пум, пуру-ру-рум. Никогда. Пу-рум-пум, жесткая вертикаль. Да, нет слов. Спасибо. Ну что, Хрюн, у тебя появилось желание встать? Ага, Лёва, встать и уйти, куда глаза глядят. Извини, Лёва, что-то я смысл несколько не уловил. Дело в том, что не важно, какой флаг, а важно, у кого он в руках. И вот мы, весь российский народ, должны этот символ нашей страны держать крепко-крепко, и не в символическом, а в самом прямом значении этого слова. О, это ты мощный, Зрёк Юрьевич, внушает. Ладно, тушите, чего? Свет. Правильно. Тушим свет. Чтоб в стране процесс пошёл, подставляйте спины, клюнет жареный орёл, воды половины. Выгонят нас за такое пение, ребята. А что за половина-то? Да. А, что на горизонте? Я на горизонте. Спонсор программы телевизоры Горизонт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова